Я вынужден находиться в политической эмиграции во Франции, где я получил политическое убежище. В условиях жесткой диктатуры в Казахстане свою оппозиционную деятельность я веду преимущественно через социальные сети. В 1918 году режим Казахстана запретил тайным решением суда мирное оппозиционное движение DCK как экстремистское. При этом нас лишили права на защиту и апелляцию. Более 100 тысяч казахстанцев были объединены в движение в Телеграм. Для обсуждения конституционных экономистов и социальных реформ предложено DCK. Все они попали под различные формы политического преследования как якобы участники экстремистской организации. Людей запугивают, преследуют, увольняют, заводят на них уголовные дела и срок по этим обвинениям до 17 лет тюрьмы. При этом преследуют всех людей, которые читают или подписываются на канал DCK, на мой Facebook, Instagram или YouTube. И внимание, все эти действия происходят на фоне тайного решения, которое никто не может ни увидеть, ни прочитать. То есть просто идет ссылка на решение суда о том, что DCK – экстремистская организация. И все. И никто не может ознакомиться с этим решением суда. Дипломаты в Астане могут подтвердить, что во время моих онлайн-трансмиссий в стране тотально отключали интернет. Вот на несколько часов полностью, пока я выступал, полностью отключали интернет. Сейчас власти привлекли китайских хакеров и специальное подразделение Комитета национальной безопасности, чтобы блокировать точечно мои публикации и видео, заводить теневой бан, так называемый. И всех тех, кто распространяет информацию о DCK, тоже заводит теневой бан. Это лишь малая часть систематических нарушений Казахстана в своих международных обязательствах по гражданским и политическим правам. И эти нарушения делаются под прикрытием борьбы с экстремизмом. Однако из-за нарастающего кризиса в Афганистане Центральная Азия действительно угрожает экстремизму. Мы регулярно получаем информацию от оппозиции в Туркмении, что на границе с Афганистаном уже проходят бои. Такая же ситуация в Таджикистане. Это реальная угроза экстремизма. Коррумпированные режимы стран Центральной Азии, включая Казахстан, не смогут справиться с этой угрозой. За последние 30 лет они привыкли только подавлять демократические настроения внутри своих стран и совершенно не способны бороться с внешними вызовами. Мы знаем, что в Казахстане борьба якобы с внешним экстремизмом вылится в полное уничтожение прав и свобод граждан. Уничтожение всех институтов гражданского общества. Авторитарные режимы не могут быть надежными партнерами в борьбе за коллективную безопасность. В скором времени западные страны рискуют получить еще несколько диктаторов в регионе, которые будут использовать тактику, как известно делает Эрдоган или Лукашенко, чтобы оказывать давление на Запад. Особенно в последнее время Белоруссия оказывает давление на Литву, где через Белоруссию проникает много людей на территории Литвы, беженцев. Но выход из ситуации есть. Казахстан может стать настоящим партнером. Для этого важно поддержать гражданское общество и мирную демократическую оппозицию. Мы будем рады нашему сотрудничеству для сдерживания экстремизма в Центральной Азии. Спасибо.